Я очень рад тому, что ты сообщаешь о деятельности Джадурани и ее помощников. Мы нуждаемся в этом сружении, ведь нам необходимо так много картин. Картины, книги и прочее. Все это мы будем продавать во время нашего кругосветного путешествия с группой Санкиртаны. Поэтому нам нужен огромный запас картин. И если мы открываем где-нибудь центр, нам нужны как минимум изображения Панчататвы, изображения Вишну, изображения Санкиртаны, портрет Духовного Учителя, изображения Радхи Кришны. Вот сколько всего. Поэтому Кришна послал так много преданных, чтобы они работали в отделе живописи. И мы должны их занять полностью. Их служение должно полностью использоваться для продвижения в сознании Кришны. Еще раз благодарю Тебя за Твоё искреннее служение. И надеюсь, у Тебя всё в порядке. Письмо Шрио Прабхупады, Джадуани, 13 апреля 68-го года. Я получил Твоё письмо, датированное 11 апреля. Я впервые получил от Тебя письмо в три строки. И понимаю, что моё последнее письмо сильно расстроило Тебя. Есть такая история. Я лишился касты, но мой живот по-прежнему пуст. В Индии среди индусов существуют обычаи. Они никогда не принимают пищу в доме мусульманина, христианина. И вообще в любом доме, не принадлежащем брахману-индусу. Но один очень голодный человек один раз принял пищу в доме мусульманина. Однако, когда он попросил добавки, хозяин отказал, потому что у него не было больше еды. И тогда индус сказал, господин, я утратил касту, но остался голодным. Подобным образом, если наши картины, получив одобрение общественности этой страны, будут быстро продаваться, то я не возражаю против того, чтобы они выставлялись на продажу. Но я знаю, что картины в этой стране продаются не за достоинств самой живописи, а за счет известности художника. В Индии сейчас происходит то же самое. Но для того, чтобы стать художником с именем, тебе требуется много времени. А у нас времени очень мало. Мы должны довести до совершенства наше сознание Кришны в течение одной жизни и ни одной минуты не растрачивать попусту. Согласно читанию Чаритамлите, слава достается тому, кто стал великим преданным Кришне. Поэтому, если мы не можем быстро продавать наши картины на выставке, не думаю, что есть необходимость совершенствовать свое мастерство. Мы должны довольствоваться тем, что наши картины висят в наших храмах. Не стоит жертвовать своим драгоценным временем ради того, чтобы прославиться как художник и продавать свои картины на расхват, как горячие пирожки. Наша организация предназначена в основном для преданных. В Индии принято, чтобы преданных поддерживали обычные люди, занятые материальной деятельностью ради удовлетворения чувств. Но в этой стране нельзя, чтобы Брахмачарий или Саньяси просил подаяния, ходя двери к двери, как это принято в Индии. В то же время, нам нужны деньги, чтобы продолжать свое дело. Поэтому я и подумал, что мы можем продавать картины, хотя я понимаю, что даже если мы будем следовать принципам современного искусства, все равно наши изображения Муни-Нарады, Панчататвы и так далее не найдут немедленного спроса. Если есть какая-то перспектива продажи наших картин, исполненных в современной манере, я не возражаю, чтобы их писали в этой манере на продажу. Но если это невозможно, тогда, я думаю, не стоит терять на это время. Конечно, я не художник и не способен оценить картины с точки зрения художника. Я обычный человек. И если картина кажется мне привлекательной, я говорю, что она хорошая. И наоборот. Я подхожу к этому просто с позиции здравого смысла. Поэтому в плане искусства мои замечания немного вас стоят. В любом случае, не расстраивайся. Ты можешь продолжать свою работу. И мы еще поговорим на эту тему, когда встретимся. Я ответил на письмо. Ядун Антона. И хочу, чтобы вы все прочитали это письмо, поскольку оно содержит некоторую ценную информацию относительно нашего метода проповеди. И я ответил в этом письме на множество разумных вопросов, которые он задал. Надеюсь, у вас все в порядке. Письмо Шрилы Прабхупады. Джадурани, 16 марта 1968 года. Пожалуйста, продолжай помогать молодым девушкам и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско. Если они последуют твоему примеру искреннего служения, они все очень быстро продвинутся в сознании Кришны. Ты подаешь прекрасный пример, используя свои художественные способности к служению Кришны. И они смогут последовать по твоим стопам. Письмо Шрилы Прабхупада. Джадурани, 23 октября 1967 года. Сейчас, по милости Кришны, у нас много чудесных художников-студентов. Гавинда Даси, Индира Даси, Малати и много других. Как руководитель отдела живописи, ты должна организовать их, собрав в одном месте и завалить работой. Нам нужны эти картины в огромном количестве, и на продажу, и для украшения. Так что, я думаю, тебе надо немедленно собрать этих потенциальных художниц в одном месте, хоть в Сан-Франциско, хоть в Нью-Йорке, где угодно, и выдавать в день по меньшей мере дюжину картин.